Дякую, пан Ири, за прошение. Якщо вы не против, про русский мир, российскую мову. Чтобы было более понятно. Кстати, если будет желание, я в конце, если кто-то захочет, я могу отдельно прокомментировать результаты выборов в Харькове. Там есть что сказать, достаточно интересная ситуация была. Возвращаясь к ихнему русскому миру. Наверное, на слайд дальше, надеюсь, надо будет. Смотрите. Все в истории когда-то было. Люди не меняются, общество не меняется. Меняются инструменты доставки информации, инструменты войны и все остальное. Но само общество, оно, как правило, по восприятию информации, по реакции, оно не меняется. И вот этот вот русский мир и то, что происходит в России, это тоже не новое. Это уже было в истории. Наиболее похожее на это дело, это у нас национал-социализм гитлеровской Германии. Мы сейчас по этому пройдемся, покажем тенденции. И это надо понимать, эту логику. Логика есть. То, что мы с ней не согласны, это не означает, что ее нет. Знаете, как фильм ДМБ. Ты Суслика видишь? Нет. Но это означает, что его нет. Он есть. Просто его не видишь. Так же и здесь. Возвращаемся. То есть наиболее похожее, то, что происходит с идеологией русский мир, как она похожа и то, что там происходит, это национал-социализм гитлеровской Германии. Идентичность там практически совпадает до 100% даже по инструментам, которые они использовали. И сейчас используют к тому же. Нужно понимать, откуда русский мир пошел и почему там происходит такое. Сейчас у власти находится поколение в России, поколение КГБшних полковников 60-70-х годов. Которые были выросли на той истории, на тех учебниках. Для них крушение СССР это был большой крах. Кто-то перепугался. Было и такое. И, соответственно, когда они в 2000-х пришли к власти, они глубоко поражены этим для себя же и говорили, что больше никогда. Вот они не хотят. Но возникает другой вопрос. Это очень, кстати, похожая история с Веймерской Германией, Первой мировой войны, откуда появился Гитлер. Тоже на вот этих страхах, поражениях, на провале на экономике. И, поверьте, им нужна была идеология, которая их даст надежду и покажет для себя самих, что они лучше, лучше всех остальных. Появился национал-социализм. То же самое с русским миром. История. Тут еще можно добавить большой факт того, что Россия, даже в сегодняшнем виде, это империя. По сути, вот, возьмем там от Владивостока и заканчивая Калининградом, эту империю ничего не объединяет. Ну, что может, условно говоря, объединять Дагестан и Санкт-Петербург? Ничего. Ну, общего нет ничего, абсолютно. И они в 2000-х годах очень долго это искали, чем это объединить, чтобы не было вот этого парада суверенитетов 90-е годы. И решили, нашли для себя такой концепт, я не буду разбираться, кто это нашел, нашли концепт идеологии русского мира, который держится на русском языке, русской культуре и там чуть-чуть православия. Суть заключается в том, там, где говорят на русском языке, там, где есть русская культура, это априори территория русского мира. Официально этой диалоги нету, но все спикеры, начиная от Кирилла, заканчивая Путиным, Медведевым, Патрушем, говорят вот об этом. Что для них границ не существует, территории вокруг них, это не государство, а территория, на которой говорят русский мир, рано или поздно они должны это забрать. Очень похоже на гитлеровскую Германию. 1938 год, 1936 год, когда тот же Гитлер, те же подручные Гитлера говорили по той же Чехословакии о том, что там находятся немецкоговорящие, мы должны объединиться. Потому что это есть наш немецкий мир, мы должны их забрать. И это так объясняли на мюнхенской конференции, когда подписывался мюнхенский договор. Точно так же. И, кстати, действия были абсолютно идентичны к тому, что мы сейчас сравним 1938 год и сравним год 2014. Кстати, и у них свой Крым был, Данцик. Фраза, прямая цитата Гитлера о том, что Данцик всегда был, будет и есть немецким городом, и мы должны его вернуть на родину. Похоже, да? Крым, та же история, один в один. Возвращаясь к Германии, там, к Чехии, там была такая судета немецкая партия, которая имела второе место в парламенте Чехии. Второе. Возглавлял ее немец, сейчас помню, Конрад Генлей, который был полностью в контакте с фашистской Германией, с Гитлером, и которому давались прямые указания о том, чтобы поднимать восстание. Готовились боевики, захватывались в Карловых Варах вокзалы, административные здания, для того, чтобы спровоцировать бойню. Похоже? Вот у нас, Савченко, похоже, да? Один в один. Для того, чтобы спровоцировать бойню и таким образом дать повод для захвата. Сначала это были мирные протесты, не получилось. И только потом начали захваты и всего остального. Более того, было прямое указание Конраду о том, что, тоже разговаривали о том, что дать судетскому краю автономию. То есть были такие требования у судета немецкой партии. Но при этом говорили, даже если власть в Праге согласится отдать, все равно не соглашаться, повышать требования. Повышать, повышать, повышать. Ни на что не соглашаться. Чехи соглашаются, значит повысить требования до тех пор, чтобы сделать конфликт и дать возможность, Третьему рейху зайти в Чехию. Идентичная ситуация с тем, что у нас. Таким образом, и национал-социализм, и идеология русского мира предполагают того, что они за счет требований русского, немецкого языка, русской, немецкой культуры обосновывают свои территориальные притязания. И мы последний год видим о том, что постоянно это происходит. То есть за последний год и в статье Путина, и в статье Медведина говорится о том, что мы готовы защищать русскоговорящих на других территориях. Во всех статьях это есть. Соответственно, они абсолютно идентичны. И в данной истории, вот говорят, сейчас полномасштабная война, она невозможна без вот этих спецопераций. То, что происходило, я показал на примере Чехии и на примере Украины, без поддержки внутренней части, так называемая гибридная война, без поддержки внутренней части русскоговорящих. Ну, условно говоря, те фразы о том, что придите и заберите нас. Помогите, спасите и всего остального. И вот это основная большая часть, с чем нам нужно бороться и не позволить этому произойти. Без этой поддержки внутренней, произойти дальнейшей аннексии, дальнейшей войне практически невозможно. Как такое? Давайте перевернем дальше. Вот, кстати, вот пример чуть назад. Вот пример вот Крым и Данцик. Вот можете сравнить. Крым всегда был и остается неотъемлемой частью России. Данцик был и остается германским городом. Корректор был и остается немецким. Один в один. Идем дальше. Те же самые истории. Рудольф Геас, Вячеслав Володин. Известные личности. Германия это Гитлер, Гитлер это Германия. Володин есть Путин, есть Путин, есть Россия. Нет Путина, нет России. То есть, и дальше идет то же самое. То есть, совпадение абсолютно идентичное. То есть, это новая форма национал-социализма. Только уже в русском обличье. Кстати, по последним данным, недавно проводили опрос в Европе относительно среди всех наций, какие нации считают о том, что они являются доминирующей нацией. То есть, первоочередными, насколько они выше над остальными. Так вот, лидирующее место заняло русские. Среди опрошенных более 60% считают о том, что они являются над нацией. Более 60%. Вот это результат вот этих последних 20 лет. То есть, им вдолбили. И они, в принципе, оно лягло на благотворную почву о том, чтобы они есть осажденная крепость, они есть отдельный мир, и они должны от всех отстрелиться, защищаться. Тоже, опять же, абсолютная аналогия с гитлеровской Германии, когда они поступали точно таким же образом. И вот эта история будет происходить до того времени... Но есть одно отличие. С тем, что произошло тогда и с тем, что происходит сейчас. Тем, что тогда был Мюнхен. И тогда Чемберлин, Долодье все-таки согласились с тем, что можно забрать судеты, потому что там проживает немецкоговорящее население. У нас, к счастью, этого не произошло. И, наверное, вот это в большей степени нас послало. Если бы у нас был второй мюнхенский доллар, неизвестно, была бы сейчас Украина. Скорее всего, было бы так же самое, как в Чехии. Начало одна часть, а потом и вся страна ушла. Мы имеем на сегодняшний день большую поддержку западного мира, поэтому я могу с оптимизмом смотреть о том, что мы вторую часть национал-социализма не повторим. Но это не означает того, что мы не должны работать на нашей земле с проявлениями этого русского мира, потому что он продвигается в первую очередь, как я уже говорил, через русский язык, русскую культуру. Они не есть плохими. Они есть нормальными, хорошими, хороший русский язык. Сейчас на русском языке с вами говорю. Но общественные организации, которые финансируемые Российской империей, Москвой, они и созданы для того, чтобы провоцировать наше население, наших русскоговорящих украинцев, наших патриотов русскоговорящих, на том, чтобы их ассоциировать с новым, третьим рейхом, новой русской империи. Для того, чтобы в определенный момент они смогли встать, и то, что произошло в 2014 году. И, соответственно, нам, мы должны не только поддерживать нашу обороноспособность, но и, в первую очередь, это информационное поле, через которое они на нас стараются влиять. То, что не учли Чехи в свое время, то, что не учли Австрия в свое время, когда через информационное поле закидывания тезисов они смогли настроить население на вхождение в Третий рейх. Надеюсь, что у нас это не произойдет, мы с этим будем стараться. Относительно, возвращаясь уже напоследок к Харькову, я, как обещал, много времени занимать не буду. Пан Игорь, можешь повернуть? Ваш слайд, там, где Миша Добкин. А, ну, Добкин. Смотрите, там так получилось, что я имел информацию, то, что происходит в Харькове, ну, как происходит выбор. И, в принципе, могу сказать, что Харьков за последние 7 лет очень сильно изменился с точки зрения восприятия. То, что выиграл Терехов, это он выиграл, по сути, 50,6%. Фактически, то, что мы имеем в социологическом исследовании, говорит о том, что харьковчане, у них позиция при голосовании была следующая. Мы, харьковчане, не лезьте к нам. Вот, ни русские, ничего, никаких мы не хотим. Вот мы харьковчане. Вот мы местные. Это меня радует, потому что это следующий шаг к пониманию украинской идентичности. Через это проходили все. То есть на следующих выборах вот эта украинская идентичность будет еще больше проявляться в Харькове. А вот то, что Игорь говорил, Миша Добкин набрал 28%, мне это радует. 10 лет назад он со своим русским миром набрал бы в два раза больше. Поэтому тенденция очень хорошая. И, кстати, я могу сказать, что после этих выборов навряд ли мы где-то Мишу Добкину больше в политическом элите или в политических выборах больше увидим. Поэтому с этим я могу вас поздравить. Спасибо. Дякую. Дякую. Просю я? Да? А? Случился, нет? Хаос, так я же вам и сказал о том, что вы говорили о том, что нет логики. Логика есть. Она, не, ну Путина, что он нелогичный. Вот, кстати, у наших многих патриотов она есть, это логика, я объясняю. Она логика человека, который глубоко поражен тем, что произошло. Человек, для которого развал Советского Союза, это величайшая катастрофа, трагедия, как таковая. Плюс на это наложился страх 91-го года, когда там Дзержинского снимали и все остальное. И плюс, логика его следующая, им нужно как-то эту территорию скреплять чем-то. Единственный вариант для этой территории – это страх. Армия. Но тоталитаризм никогда не держится только на штыках. Все равно людям что-то нам нужно давать, какое-то дело, и чтобы это сдерживать. Единственный вариант, который вот эти разномастные территории может сдерживать – это они нашли русский язык, культуру, православие. Кстати, Кирилл в 2009-м на Третьей Ассамблее Русского Мира прямым текстом сказал о том, что русская православная церковь – это не про этничность, это про восприятие культурных ценностей, и везде, где говорят, и Украина, и Молдова, и Беларусь – это все русский мир, и мы имеем на это все право. То есть продвижение таким вот образом. И это постоянно везде повторялось. Начальник Путину за счет вот этих вот инструментов, за счет ощущения осажденной крепости, они формируют свою платформу обоснования, почему они должны здесь править. Почему это территория, почему он президент, почему он имеет право быть президентом. И без возгонки этих настроений мы видели по Крыму. То есть 12-й год, падение вниз, потому что ничего не было. Но за счет возгонки русского мира, за счет возгонки страха, за счет возгонки, я бы не сказал патриотизма, а шовинизма, они подняли голосование, подняли, реально подняли поддержку. И в этом есть логика. За счет этого они сидят в Москве. Кстати, и в Беларуси та же проблема, потому что они хотят повторить в 2024 году историю с Крымом, с Беларусью. То есть воссоедините и показать, вот мы же увеличиваем страну. Кстати, по-моему, в марте этого года, 17 марта, Путин там на сцене говорил о том же, в Москве говорил о том, что вообще, в принципе, вся Россия, она должна быть по границам Советского Союза. Но это он пока говорит. Дать ему возможность, она там зайдет и на Польшу, и Русскую империю, и Российскую империю, они еще вспомнят. Вот где говорят на русском языке, там будет. Кстати, приведу небольшой пример, как это работает. Марокко. Я в июне был в Марокко, там по ряду деятельностей, общался с нашими посольскими. И они говорят, русские послы, русское посольство очень активно работает. Вплоть до того, что в Марокко, есть небольшая диаспора украинская. И в Марокко они дошли до того, что посольство, при российском посольстве, открывается школа для пропедования украинского языка. Для того, чтобы нашу украинскую диаспору затягивать туда. Активно работают священники российской православной церкви. Кстати, Российская православная церковь большую себе заслугу Москва ставит то, что они в свое время получили контроль над зарубежной православной церковью. Таким образом, имея возможность продвигать свои интересы в Европу, США, через именно Российскую православную церковь. Так вот, в Марокко и работают эти же священники активно с нашей диаспорой, с украинской диаспорой. Работают культурные программы очень сильно. И таким образом они продвигают вот это удело русского мира и продвигают, где говорят на русском, и на диалекте русском, условно говоря, на украинском языке. Это все есть наша территория, наши люди. Спасибо. Дякую, дякую. Ну и хочу додати, что пан Олег с коллегой запрещено коммунистическая символика, коммунистическая пропаганда, национал-социалистическая пропаганда. Если они идентичны с русским миром, ну так русский мир должен стоять рядом. Правильно? Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова